С сегодняшнего дня в России стартовал весенний призыв, и это вовсе не первоапрельская шутка. Хотя некоторые этой новости вовсе не обрадуются. В каждой призывной кампании есть свои герои и злостные уклонисты. Своеобразный антирейтинг составили в Следственном комитете республики. Военную форму в этом году наденут более двух тысяч призывников. Именно такую планку генеральный штаб установил для Чувашии. Осенью в армию отправились более тысячи ребят. Этот план был исполнен на сто процентов. С каждым годом отбирать ребят становится сложнее. Ставка делается не на количество, а качество. Высшее образование, идеальное здоровье, первоначальная военная подготовка. Вот он, портрет солдата этого года. В военкомате отмечают, что в республике с каждым призывом сокращается количество уклонистов. Видимо, многих пугает перспективы уголовного преследования. Основным способом совершения преступлений, предусмотренных статьей 328 Уголовного кодекса, является неявка призывников по повесткам. Военкоматы для выполнения мероприятий, связанных с их призывом на военную службу. Так расследовались уголовные дела в отношении двух жителей села Шахазана Канарского района, которые по 7 и 15 раз не являлись по повесткам. Военкомат для выполнения мероприятий, связанных с их призывом на военную службу. В прошлом году в Чувашии против злостных уклонистов было возбуждено 20 уголовных дел. Один из призывников скрывался от работников военкомата более двух лет. На протяжении всего времени предоставлял им фиктивные больничные листы. В ходе проверки следователи обратились в медицинское учреждение. Выяснилось, что на осмотры к врачам молодой человек не приходил никогда. Документы, подтверждающие нетрудоспособность, он печатал дома, на цветном принтере. А другой призывник, вместо того, чтобы расписаться в повестке и получить ее, написал на ней ругательное слово. Еще один призывник из Канарского района, вместо того, чтобы явиться по повестке военкомат, уехал на заработки в Москву, заявив при этом следователям, что просто не хотел служить в армию. Часто призывники попросту скрываются от работников военкомата. Житель Канарского района, чтобы не получать на руки повестку, сбежал от членов призывной комиссии в окно. Рано или поздно уклонистов задерживают. Чаще всего их карают крупными штрафами. Хотя максимальное наказание за отказ проходить военную службу составляет два года.